Удивительные метаморфозы памяти делают одни исторические события значимыми, а другие предают забвению, и они уходят в небытие. Уже отгремели крестовые походы, в Европе началась столетняя война, на Косовом поле пали под натиском турков Балканы, а в Англии жестоко подавляли крестьянские восстания Уотта Тайлера. На фоне этих картин события, проходившие на просторах Великой Степи, выглядят не менее, а порой даже более важными. Здесь, на Волге и Яике, Эмбе и Иртише, Междоном и Непрятвое, лег белый стяг Ногайской орды. Откуда появился этот народ, будто рожденный для битв? Как он смог на долгое время стать колоссом Евразии? И почему он так же быстро, как и Великой, стал призраком для современной истории? Имя Ногай появилось в степи уже давно, и его принято связывать с темником полководцем Ногаем, серым кардиналом Золотой Орды. Под этим именем стало объединяться множество различных племен тюркского и монгольского происхождения. Это объединение бурлило, набирало огромную силу, но оно ждало. Оно терпеливо ждало того дня, когда на земле родится человек по имени Эдеге. В русских и европейских источниках его называют по-разному. Эдегей, Эдегу, Эдегер. Но неизменно одно. Везде он фигурирует как гениальный стратег, прагматичный политик и бесстрашный воин. И именно он в первой половине 14 века на изломе Золотой Орды сумел объединить под своим знамением монгольского юлта всех людей, называвших себя Нагаевым. И именно ему судьба уготовила двояку на участь стать основоположником Нагайского государства и палачом когда-то вильнику Золотой Орды. Это время стало для многих народов Восточной Европы эпохой тяжелых потрясений. Могущественная империя, которая была создана потомками Чиндисхана, корчилась в смертельной агонии. Отдельные кочевые феодалы беспрерывно воевали между собой, оспаривали друг у друга улусы, земли и одновременно старались укрепить свою самостоятельность. Как мы уже сказали, самым могущественным таким государством оказалась Нагайская Орда. Носивший титул Беклербека «Князя Князей», человек по имени Эдегея вел это государство к высочайшим вершинам. В 1399 году столкнулись друг с другом два самых могущественных правителей Европы. Литовский князь Витовц и Беклербек Золотой Орды, новый Нагайский хан Эдегея. На реке Ворскле произошла грандиозная битва. Под командованием Витовта в этой битве принимали участие ливонские рыцари, русские войска, пульские, литовские, а также сбежавшие из Золотой Орды хан Токтамыш. Эдегей одержал громадную и грандиозную победу в этой битве. Эта битва на Ворскле вошла в аналог мировой истории как самая продолжительная и самая кровавая битва за всю историю Средневековья. Она предопределила дальнейший ход истории во всей Восточной Европе. И больше всего дивидендов из нее извлек безучастный наблюдатель всего этого действия московский князь, впоследствии чего московские князья укрепили свои позиции и стали главными претендентами на Киевский престол, на шапку и трон Владимира Крестителя. Позже, после смерти Эдегея, правителями в Нагайской Орде стали его потомки. Наиболее известными из них являются Юсуф и Исмаил. Юсуф, чья дочь Сьюбике стала правительницей Казани, вел очень активную переписку с московским князем Иваном IV Грозным. Он был с ним большим другом. И впоследствии чего политика Юсуфа была направлена на сближение с Москвой. После этого активного сближения выходцы из Нагайской Орды дали российскому государству множество великих и знатных фамилий. Одними из таких фамилий явились потомки хана Юсуфа. Юсуповы, Урусовы, Баскаковы, Тургеневы. Выходец из Нагайской Орды, Петр Урусов, оказал огромное влияние на ход русской истории, убив в свое время Лжедмитрия II. Это помогло российскому государству уберечь свой престол от вторжения польских интервентов. Но уже все ближе и ближе подходило время маленькой фрейлиной, которая впоследствии стала великой и ужасной Екатериной II. При Екатерине II, бывший ее верным сервером Клав Сулуров, производил политику активных военных действий на территории Нагайской Орды. Как тогда говорилось, Екатерина вздумала пересилить Нагайцев с Крупани и Пятигория на местах их древности за Урал и Сибирь. Нагайцы, которые не очень этого хотели, всячески сопротивлялись и оказывали всевозможные восстания. Сулуров, который очень долгое время дружил с Нагайскими Биими и Мурзами, всячески стремился к миру. И однажды, во время подведения мирных переговоров, был большой пир. Были приглашены все Нагайские Бии и Мурзы. И в то время, когда они пришли на этот пир с миром и радостью, ночью, под покровом темноты, и уже в предрассветные часы, глянул Бог. Это был последний большой бой некогда великой и могущественной Нагайской империи. Граф Сулуров подытожил дело, начатое Екатериной Второй. Когда Великая Царица услышала об итогах этой битвы, она воскликнула, что с Нагайским вопросом отныне покончено. Сотни тысяч Нагайцев после этого бежали в Турцию, Румынию, в другие страны.